Алло, Николай Дмитриевич, надо черную молнию срочно на дно. Там просто пришла баба, короче, взяла следующую банку, и они все куда-нибудь... Сейчас, я открываю. Человек там очень спугает? Да. Классно, 30 минут. Треба в сирене толстая. А скажите, кто у вас главный у вас по 24-му дому кукуруза? Вот, молодой человек. Смотрите, у вас там торговый нелегальный этот слоун черный. Да, хорошо. Надо посмотреть. Фамилия Мущества? Крирорезница. Гражданка Российской Федерации. Понятно. Жительница города Москвы. Нам просто зарегистрировали, не оборвашивают, просто от кого информацию припевают? Иванова Мария Ивановна. Павел Александрович, я сейчас дежурную часть, сам что-то... Так, и... Ну, давайте проверить, не надо будет заявление. Он шел в героическом видео, в хальчике второго, в пиццу, в детстве, в катастрофе, в катастрофе, в катастрофе, в катастрофе, в катастрофе, в катастрофе. Они там торговли, а просто не первый месяц, поэтому и... А где проживает ком-адрес? Алло, это Шибанов, дежурная часть. Короче, сейчас пришла гражданка Иванова Мария Ивановна, сообщает о том, что по Бешенковской 24-1 дезинционизм не торговли с ВООБДЕР. Просит принять меры к этому. Неспециальная группа. Да, сейчас просто все информацию сообщить, сейчас я дойду с ней. Пусть закусируйте информацию. Вот, я сейчас вместе с ней дойду, посмотрю, что как. Хорошо. Так, где проживает сейчас? Лишневоская. Лишневоская, какой? Ну, а дом, квартира? Пишите в банк. Ну, хотя бы дом, квартира. Бар, представь, Станыч. Как положено у нас? У нас проверяющая. А мне потом, кто заявитель? Почему он о ним? Потому что проблема. Иванова Мария Ивановна. Проживающая улица Лишневковская, дальше отказывается говорить. По факту несанкционированной торговли с черной логи по адресу Лишневковской 24-1. Корпус 1. Хорошо. Я понял. Какой курс, чтобы сообщить? Ну, ты поступите, а я не понимаю. Стоп, как? Сто трех. Сейчас, не пойду. 57. Все. Понял. Принял. Ну, не надо ответить. Мне надо же понять, что дуще это. Почему, когда русские бабки торгуют где-то и гоняют? А когда вот эти вот, с машинами, блин, похожи? Вот это вот у меня жерналичка. Есть какая-то определенная, но... Что мы считаем, что я коммунистом? Нет, нет. Ну, это не много, там, а деньги. А, ну, никому, если надо черную молнию срочно на дно. Ну, там потом, безумно, очень срочно. Ну, там просто... Там уже... Не-не-не, там просто пришла баба, короче, взяла следующую банку, и они тут что-то в них. Ну, там, там, да там по-другому никак, ребят. Там нет? Нет, нет, нет. Попаду, ты чувак. Ага. Кондрать. Да, Марко, уж его нахуй заебали свою лесть. Алло, Николай, Александр, как-то по старой схеме чуть-чуть мозги человеку покрутить. Да нет. Там, ну, там, пинцевые, блядь, допустим, и гиги, гуи. Ну, я не ходу позвонить, я позвонил, когда две хлопнула за ними. Там, у нас... Ну, они так быстро, знаете, сам. Пять минутам не хватило. Он медленно специально шел. Вот. Там, ну, там, ну, там, вроде все ушли, сказали, через полчаса проверили. Поняли ее. Там пока с ней дойдет-то все. Пообщаемся с ним, может, там показалось, что она после чего-то сортировала, там все. Не по-моему, продавала. Выясним на этом моменте. Алло, ну, короче, дойди сюда. Сейчас, пообщаемся с ним. На опору. Тетку с собой возьми. Чтобы мы поняли о том, что она не продавала, потому что она сортировала там это все в багажнике. Мы сейчас этот момент проясним. Она видела, что с багажника торгуют. А где, а что там за фрукс? Там черешни и априкосы. Ну, вот что у меня там в машине моего родственника черешни и априкосы. Я пришла их забрать. Вот. Перекладывали в другую машину, которую... Да, я их дам домой это носил, черешни с абрикосами. А это подумал, что торгуют, торгуют. Я так не продавал. А на степень, чтобы поставили. Ну, все, что она будет. И вказано. Ну, ты забирал просто из багажника машины с его родственниками. Вот. О том, что торговать не ряд узнаешь. И не торговал. С абрикосов. Она в чем была одета? Розовая футболка и серые штаны. 18-15. Зеленоватые такие. А, зеленоватые штаны. Да. Зеленоватые штаны и розовая футболка. А на возраст сколько? Вет 25-30. А, она не витридцать, а больше. Она... Мы, знаешь, как... Мы под горочку спустились. Она сказала, вам направо, мне налево. Я потом через полчаса схожу, еще проверю. Я понял. У тебя время в 17-15. Знаешь, у вас сколько-то... В 19-10 об этом уходить. Подожди. Слушай, я там снимаю. Я говорю, пока чуть выжду. В 19-10 сходить, они спережисти. Сделать. Серьезно, заебал. Можете ему в следующий раз просто напрямую сказать, что Николай Ванчинич, проблема опять. Блядь, я телефон. Чего ты вот живший? Блядь, я телефонную забыл за психотом. Ну, давай вроде кто-нибудь. Не видит, не видит. Она где-то здесь живет, на нашей территории. Кончевый губер. Надо позвонить ей. Точнее, по ЭВДеру пробить просто, где она живет. Это нас... Да, он сказал, что Марк поговорил на блядь. Знаешь, что надо сделать? Чтоб не блядься в говно. Чтоб не опять встанут, блядь, опять будут звонить. Пошли сдаваться нам. Время позволяет формально. Пойдем сдадимся. Если че, так и скажем. Почему сдадимся. А потом вернемся отработку. Я имею в виду, для чага не сдадимся. Ну, пойдем сразу. А значит, это мне хуйня, она больше полчаса не будет ждать. Она сейчас опять... У нас торговать надо, что товар горит. На кончик. Не понимаешь, что... Себе геморрой, нам геморрой. Всем пока. А что вы идите без ребят? Это что вы сами понимаете? Ну, да, в принципе, тебе так надо столки сдать, в принципе. Ну, по факту, да, но просто чарп... Да нет, ну, по факту, нам надо чарпнуть, конечно, мы пошли. Ну, я помню. По факту. Продолжение следует... Продолжение следует...